Впервые в Даугавпилсе прошел фестиваль нордической ходьбы. Любителей этого вида спорта в городе немало. И уже прошло то время, когда людям, шагающим со специальными палками, кричали вслед «А лыжи где?». Управление спорта совместно с Латвийской народной ассоциацией спорта и Даугавпилским университетом решили внести свой вклад в популяризацию этого вида спорта. Идея появилась тогда, когда Даугавпилс участвовал в «Неделе здоровья», что у нас получилось очень хорошее сотрудничество с Латвией Стаута спорта ассоциацией. И так как они тоже обучают людей этой ходьбы, тогда мы решили, что надо организовать такое мероприятие «Даугавпилс», так как у нас в Даугавпилсе очень много людей занимается. Вы сегодня видите, сколько их тут. Во-первых, все желающие могли попробовать свои силы в скандинавской ходьбе. Во-вторых, сертифицированные тренеры показали, как правильно двигаться и какие упражнения можно делать во время прогулки. По словам специалистов, ходьба с палками на 50% эффективнее, чем просто пешая прогулка. Задействованы практически все группы мышц. Несмотря на непогоду, участников собралось много. Это еще раз доказывает, что народическая ходьба становится все более популярной, ведь это один из самых демократичных видов спорта. Любой человек в любом возрасте может заниматься. Это очень прекрасный отдых, и для здоровья это очень хорошо. У нас своя есть трасса, мы их меняем иногда. Гуляем мы не очень, не гуляем, а ходим, ну, в субботу ходим и в среду ходим, так, вот, два раза в неделю. Суставы работают, сердце стучит, все в порядке. Все получили удовольствие от фестиваля, в котором можно участвовать всей семьей, от детей до пенсионеров. Многие говорили о том, что хотелось бы побольше таких массовых спортивных мероприятий. Что же, долго ждать не придется. Добро пожаловать на предновогодний забег с Дедами Морозами. Да, 30 декабря приглашаем всех горожан на пробег Дедов Мороза, которая уже стала уже традицией в городе Далгопевск. Но тоже хотелось, чтобы там участвовали больше народу, больше жителей города, семьи. Тем более в этом случае у нас еще и есть какая-то идея пожертвования, потому что те, которые захотят, могут пожертвовать определенные какие-то небольшие суммы и помочь тем, которые в это время особенно нуждаются в поддержке. Это тоже какая-то идея может сработать и хорошо провести время. Спасибо.